Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня будет обзор, мои хорошие. Сегодня вот этот обзор нет ни на моих подопечных, ни на моих, так скажем, пациентов постоянных. Все пациенты будут позднее или были уже ранее. А вот я прилетела, и я что хочу сказать? Я когда всю эту ситуацию услышала относительно тех действий, которые сейчас происходят на Украине, конечно, они меня, естественно, очень-очень затронули. Я уже говорила в своем предыдущем обзоре о том, что для меня Украина и Россия – это две страны, которые неразрывно связаны. Не только потому, что это наши братские народы, но еще и потому, что часть моей семьи – это Россия, часть моей семьи – это Украина, мои корни с Украины, да, по отцу. Поэтому в любом случае для меня это не просто соседняя страна, это не просто, так скажем, какие-то непонятные земли, какие-то непонятные территории. В общем, ладно, не об этом сейчас будет речь. Вы знаете, я давно хотела запилить ролик, так скажем, на Самвела Адамяна, и вот сейчас, вы знаете, подвернулся вот такой вот случай. Но ролик, обзор сегодняшний будет не только на Самвелку, но а также еще и на одну обзорщицу – Анжелику Снежинскую. Да, вот хочется отдельной строкой выделить вот этих, так скажем, двоих, а может быть, даже и троих товарищей. Но, как известно, понятное дело, те, кто в курсе, кто такой Самвел Адамян, что это блогер, естественно, они прекрасно знают, кто такая Анжелика Снежинская. Это женщина, которая обзорщик, обзорщица, которая обозревает непосредственно всю семейку Адамянов, всю, целиком и полностью всех, так скажем, его родственников, которые также являются блогерами. В общем, мы с вами все прекрасно знаем, что люди, как известно, познаются в разных ситуациях и при разных обстоятельствах. И вот здесь вот эти военные события, вот эти военные действия, которые сейчас творятся и происходят на Украине, как нельзя, кстати, нам с вами показали лицо, так скажем, Самвелла Адамяна в очередной раз и лицо Анжелики Снежинской, которые проявили себя, ребят, мое мнение, просто трындец, как некрасиво, нелепо, вроде как бы, да, взрослые люди, вроде взрослые люди, вроде бы они не какие-то нерадивые подростки, которые могли бы действительно поддаться панике, запаниковать. Ну, понятное дело, что можно, как говорится, взять с подростков, да, может быть, несостоявшаяся психика и так далее. Но, простите, вот этим двоим товарищам уже, как говорится, под сраку лет, они только и делают последние дни, вот эти вот последние дни, что вводят людей в заблуждение, сеют панику и рассказывают какие-то фейковые новости, какие-то фейковые истории о том, что же сейчас творится на Украине. Кстати, о том, что сейчас творится на Украине, я знаю не понаслышке, не только по новостям, потому что у меня там, помимо родственников, у меня есть там друзья, которые проживают в Днепре, это вот правдивая Ольга. Я знаю о том, что происходит в Днепре, что происходит в Кировограде, который сейчас Кривницкий, насколько я помню. Так вот, там сейчас все тихо и спокойно. Я не говорю за всю Украину, я говорю за те места, которые я знаю, где у меня живут, так скажем, люди, у которых я могу узнать всю эту информацию. Поэтому кто что кричит, понятное дело, все кричат, как говорится, по-разному. Но вот что хочется сказать. Вы знаете, вот когда все вот эти были разговоры на уровне, так скажем, диванных разговоров, я помню, как сам Вэлка в первых рядах орал. «Ой, да я пиду, да я возьму оружие в руки, я буду воевать, я буду делать то, я буду делать все, я буду туда, я побегу туда, я побегу сюда». Ну, что мы видим сейчас? Оно и видно. Орал сам Вэлка громче всех, результат, как известно, нулевой. Самвэлит-то как сидел на диванчике себе благополучно, так он на этом диванчике продолжает сидеть, может быть, я не знаю, шкирится где-нибудь под кроватью, пилит свои ролики, все у него замечательно, все у него хорошо. Слушайте, нет, я не против, он блогер, я не против его роликов, да? Это хорошо и замечательно, но в таком случае у меня вопрос. Какого черта вы орете громче всех, что я пойду воевать первый, я возьму оружие в руки, а вот как вас петух в жопу клюнул, вы почему-то сразу же все вот эти вот, да, товарищи, которые кричат больше всех и больше всех остальных людей, так скажем, стравливают и натравливают, вы почему-то в жопу клюнуты и сразу же, сразу же в кусты. Сам Вэлка, друзья мои, клепает ролики. Колямбы, я смотрю на горизонте, тоже почему-то не видно. Хотя, хотя, казалось бы, куда делся колясик? Колясик медик, естественно, он получается военно обязанный, да? И вот хочется спросить, товарищи, вы, если сейчас должны быть хотя бы не на передовой, то хотя бы, учитывая, что на Украине сейчас вообще-то, начнем с того, что, да, объявили до этого еще всеобщую мобилизацию. И, кстати, к Снежинской все это тоже имеет, конечно же, значение. Хочется обратиться еще и к ней, к Снежинской, да. Вроде взрослая женщина, взрослая, друзья мои, и хочется ей высказать свое просто полное фи. Знаете, круто, ребят. Ну, так круто быть патриотами. Знаете, вот особенно меня вот эти патриоты поражают, которые кричат сейчас, сидят в Европе где-нибудь, да, там, в Америке, в Канаде, где бы то ни было, и кричат, да, мы патриоты, вот сейчас на нашей Украине сейчас такая ситуация. Вы, да, да, вы там идите, вы там идите, защищайте и так далее. А мы мысленно с вами. Слушайте, ну, круто быть патриотом на диване. Круто быть патриотом за чей-то, за чужой счет. Круто орать вот такие лозунги, да, другим детям, другим сыновьям, другим людям. Вставайте, поднимайтесь, идите, защищайте. А при всем при этом, друзья мои, вы сами прячетесь, вы сами прячете своих детей. И вот мне интересно, женщина, которая кричала, да, да, вот если бы вы и в России, тоже больше бы вас стало. Это говорила вот Снежинская только сегодня на своей трансляции. Мне хочется спросить у Снежинской, Снежинская, а где твой сын? Вот где твой сын, да? Ты сказала, моя главная задача как матери – вывести мою невестку и моего сына. Ребята, я не против, согласитесь, здорово. Если бы ее сын был особенно ребенком, да, или был бы подростком, я бы все поняла, что она вывозит своего маленького сынулю, так скажем, куда-нибудь подальше от всех вот этих вот ужасных военных действий и прочих моментов. Вы меня извините. Когда сыну Снежинской за тридцатку, да, и ты его вывозишь, как какое-то малое неразумное дитятка, ну, с одной стороны, и понятно. Дети для матерей всегда останутся детьми. Сколько бы ни было там ребенку лет, да, пусть 60 и 70, для матери он всегда будет ребенок в любом возрасте. Только Снежинской не стоит забывать, что ни одна она, мать, и ни одна она волнуется за своих детей, да. Из чего вы решили? Вы почему-то бережете свои жизни, вы почему-то бережете свои шкуры, вы почему-то имеете право, из чего-то вы решили, что у вас раз есть вот эта вот площадка ютубовская, вы имеете право с нее, так скажем, вещать и говорить всем вокруг. Давайте, вставайте, идите, защищайте свою родину. Нет, это все, конечно, хорошо, круто, это все замечательно, но почему же вы, жалея своих вот этих 30 с лишним летних детей, почему же вы не жалеете чужих детей? Почему вы считаете, что любая мать готова со спокойной душой отдать своего ребенка, так скажем, да, и вытолкать его куда угодно, на войну, куда угодно и так далее? То есть, чтобы они защищали ваших детей, не дай бог, чтобы ваши личные детки не пострадали. Вот честно, мне, глядя на этих блогеров, становится тошно, глядя на них. И хочется им сказать, вы что там, совсем ку-ку? Вы что творите? Вместо того, чтобы как-то здраво рассуждать, взять себя, так скажем, в руки, да, вещать здраво со своих YouTube-площадок своим зрителям, да, вместо того, чтобы зрителей, так скажем, как-то настраивать на нужный лад, они берут из своих зрителей многочисленных, вводят в заблуждение. Они просто берут и хайпуют на всей вот этой вот ситуации и заставляют людей еще больше паниковать. Это свинство. Это просто блогеры показывают, что они думают исключительно только о себе. И опять же, если у вас какие-то ненормальные, сейчас идут психические состояния, да, в зависимости от того, что вам не справятся со своими эмоциями, это я говорю вот опять же к этим же блогерам, которых я уже выше озвучила. Я хочу вам сказать, вы возьмите в таком случае паузу. Вы не несите этот бред, да, потому что вы, как ни крути, в ответе за тех, кого приручили. Вы в ответе за своих зрителей. Вы в ответе за то, что вы несете им со своих площадок. Хочется сказать как сам Велки, так и Снежинской о том, что вам не стоит забывать. Вам не так сладко, да, как вы сейчас говорите, вам плохо. Но есть люди, которым значительно хуже, чем вам. Снежинская вчера сидела и кричала о том, что ей негде взять лекарства, негде взять мази, потому что аптеки закрыты. До Снежинской не доходит, что многие люди живут финансово значительно хуже, нежели та же Снежинская, нежели тот же сам Велка. И у людей, возможно, у многих сейчас нет даже денег хлеба купить или пойти купить какие-то необходимые лекарства. И об этом вот эти блогеры, которые сеют панику, не должны сейчас забывать об этом. И они должны понимать о том, что они должны сейчас вселять в людей все самое лучшее. Веру в лучшее, веру в светлое будущее, а не накалять обстановку. Больше и больше с каждым своим стримом. Посмотрите, что они делают. С каждым стримом, с каждым обзором они уже возводят ситуацию, просто вводят ее до апогея. Это вообще ненормальная ситуация. Думать надо, товарищи, вам не только о себе и о том, как бы вам набить свои карманы в очередной раз. Не только об этом. Сейчас пришло время, когда вы должны поддерживать свою аудиторию. Поддерживать тех, кто на вас равняется. Поддерживать тех, кто вас выходит слушать. Слушать, кто внимает буквально каждому вашему слову. Сейчас ваше время как раз-таки помочь вашим соотечественникам, помочь людям и сделать так, чтобы для них это все прошло значительно, так скажем, с меньшими потерями. Особенно тем людям, которые в вас действительно верят. Еще раз хочу обратиться к этим блогерам. Заканчивайте сеять панику. Заканчивайте собирать сплетни, фейки и кричать про россиян, что россияне это оккупанты. Когда я это вчера услышала позавчера от Снежинской, с ее канала, ребят, я просто обалдела. Потому что таким, как Снежинская, видимо, не понять. Хотя у нее русскоязычная аудитория. Россиян к полным-полно. Они кричат о том, что мы оккупанты. Это вообще полнейшее просто свинство. Противно от таких призывов, когда они кричат, да, 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 идите, вставайте и защищайте наши дома. А вы, простите, что будете защищать? А дети ваши, которых вы пытаетесь вывезти, а вы что защищаете? Вы защищаете свои шкуры, и вы защищаете свое имущество. И на этом все. А вот чужих детей, их жизнями почему-то, да, вы готовы распоряжаться и кричать. Идите, вставайте, защищайте. Так вот, прежде чем орать и кого-то куда-то гнать, вы посмотрите, во-первых, оглянитесь по сторонам. Посмотрите, что сейчас творится. Люди пытаются сесть за стол переговоров. Я надеюсь на то, что все будет очень хорошо. Ребят, не слушайте паникюров. Они просто хайпуют на всей этой теме. Верьте в лучшее. Мирное небо над головой будет. Все будет просто замечательно. Все будет, как нельзя, лучше. Остается надеяться на лучшее всегда. Паника здесь абсолютно ни к чему. Вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. b BO 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 BO